В Новополоцке туристы похитили елку. Такова задумка представления новогодние приключения в Дедоморозовке. Затем, как разворачиваются события на сцене, в зале наблюдают порядка трех сотен юных новополочан. Это победители Олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Дети-инвалиды из многодетных и малообеспеченных семей. Словом, все те, кто в эти рождественские и предновогодние дни нуждается в заботе и теплоте больше остальных. Есть огромное и желание, и потребность дарить любовь, добро, заботу о тех, кто нуждается в этой заботе. Когда мы видим, что дети улыбаются, как их лица озаряют, улыбка, счастье, наверное, и самому тоже становится веселее на душе. И понимание того, что к этой работе подключаются люди по всей нашей стране. Беси и вреди, снеговики, ахи-страхи и, конечно, главные персонажи, без которых не обходится ни один Новый год и Рождество. Дед Мороз со снегурочкой. Окунули ребят в сказочную атмосферу, где, как уже повелось, добро всегда побеждает зло. А, соответственно, похищенную елочку спасли. Главный атрибут Нового года возвращали не без помощи ребят. Всем вместе повторяйте за мной! Раз, два, три, елочка, прости! Все было интересно, иногда даже смешно было. Мне очень понравилось, очень интересное представление и смешное. Больше всех запомнили снеговики и Дед Мороз со снегурочкой. Понапливался сам концерт, запомнился мне больше малыш снеговик. Потом в такой интересный, бегаю сюда, просто обладываю, это было смешно. Не только море положительных эмоций, но и сладкие подарки на память о самой доброй благотворительной акции года «Наши дети». В Беларуси она продлится до 14 января, а в целом творить добро и становиться волшебниками никогда не поздно. Капитолина Зенкевич, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда».